Подкаст «Мы делаем новости» проекта Растрига. Всем привет, это проект Растрига и подкаст «Мы делаем новости» в студии Ольга Данилевич, Дарья Кноры. И с нами директор фонда «Спидцентр» Антон Красовский. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, я не директор фонда «Спидцентр», это уже официальная информация. У вас на сайте указано. Она была опубликована, но, к сожалению, сайт такой идиотский, его, видимо, не изменили еще. Но вообще на сайте уже тоже есть информация, что я не являюсь директором с 1 декабря прошлого года. Я не руководитель фонда «Спидцентр», совершенно другой человек его возглавляет. Давайте в общем скажем, что журналист... Как вас представляете тогда? Как хотите. Но я не директор фонда. Но вы еще журналист? Ну, не знаю, если вы так считаете, может быть. А вы сами считаете так? Нет. На прошлой неделе я слышала у вас на эхе Москвы, и вас представляли как директор... Нет, меня представляют как главу фонда «Спидцентр». А, понятно. Это разные вещи. Директор — это директор, а я представитель совета. Глава фонда «Спидцентр» у нас в студии. Антон, спасибо, что рискнули прийти к нам во всех смыслах этого слова, поговорить. Говорить будем, наверное, в первую очередь, конечно, о коронавирусе, потому что, ну, это то, что у всех на устах. И все, вчера уже официально эта пандемия. Когда вы делали фильм свой про коронавирус, это еще была эпидемия в мире у нас, у нас еще до сих пор это не эпидемия, я так понимаю? Нет, ну, что значит она у нас не эпидемия? Если вам какая-то идиотка из Министерства здравоохранения сказала, что у нее не эпидемия, ну, может, у нее не эпидемия, она там врач-гигиенист, по-моему. Вот, и вообще специалист по гепатиту Е. Она теперь у нас называется главным вирусологом нашей страны, вот, внештатным специалистом, так называемым, в Минздраве. Вот, но эпидемия начинается в тот самый момент, когда появляется первый инфицированный случай. Поскольку мы видим такую чудовищную ситуацию в мире, Всемирная Организация Здравоохранения объявляет пандемию, это значит мировая эпидемия, значит не может быть какой-то страны, в которой эпидемии нет. Возможно, у этой женщины нет эпидемии, хотя мне кажется, у нее в голове эпидемия какая-то, как у всех этих внештатных специалистов, бесполезна. Вот, но эпидемия, конечно, в стране есть. И в этом смысле у меня вопрос к Минздраву. А что Сергей Семенович Собянин тогда зря, что ли, фестиваль «Крымская весна» отменял? Он почему это сделал? То есть вы ему разрешаете, что ли, этот фестиваль провести? Так вы ему напишите письмо открытое специалистов и эпидемиологи. Вы даже, проблема, так сказать, например, этих людей, что они, так сказать, специалистов, что они не знают разницу между словом «эпидемический» и «эпидемиологический». Вот они пишут в своих пресс-релизах. Они не понимают, что ситуация, она эпидемическая, потому что она связана с эпидемией. А эпидемиологическая ситуация, это когда эпидемиологов не хватает. Спасибо, кстати, за пояснение. Ну все, теперь это пандемия во всем мире, как бы то ни было. Официально это или неофициально, но... Жечь неофициально или неофициально. Она официальна. Всемирная организация здравоохранения – это официальная организация. Кстати говоря, по поводу несогласованности вообще всего, что происходит в наших структурах, Роспотребнадзор говорит одно. Мосгорздрав тут же говорит совершенно другое. Угрожает какими-то сроками уголовными. Мосгорздрав никому не может ничем угрожать. Мосгорздрав, так сказать, не является у нас силовым ведомством, несмотря на то, что председатель, начальник Мосгорздрава, департамент этого Хрипун, ездит на скорой помощи с мигалками. Прямо мне перед глазами езжал на скорой помощи. Раньше на этой скорой помощи ездил, значит, вице-морпечатник. Вот, но... Просто, видимо, без мигалок западло ездить по городу Москве. Вот, но, так сказать, не Роспотребнадзор, не какой-то там горздрав, не министерства здравоохранения, никаких сроков никому вводить не могут. Такие сроки могут вводить только суд в нашей стране и уголовный кодекс. Никаких сроков никому не будет, поверьте мне. Более того, они не контролируют абсолютно ситуацию. Вообще не контролируют, при том, что... Ну, конечно, не контролируют. Но человек вот приезжает из Италии, например, приезжает, как-нибудь Айдан Салахова к себе домой, ей там выдают какой-то таланчик, что она должна под домашним этим арестом сидеть, карантином. А что, у нее люди не ходят, что ли, к ней домой, продукты не носят? Это каким образом контролируется? Вы надеваете, чтобы она, как Кириллу Серебренникову, 2 или 3 года? Нет. Соответственно, никто за этим вообще не следит. Более того, в этих инструкциях этого Роспотребнадзора сказано, что если вам продукты нужны, вы так выберете время, такое не очень, значит, громкое, и сходите в магазин. Ну, то есть это все абсолютная профанация, все, что происходит в России. Значит, они сейчас говорят про какую-то цифру, там, 20, 30. Это глупость. Вирус находится в общей популяции. Более того, там, сказать, вирусы могут болеть, могут не болеть. Вот прекрасно. Вы же понимаете, вот, например, в Ухане зарегистрировано случаев 80 тысяч на 15-миллионный город. И сейчас эпидемия пошла на спад. Нет новых случаев почти. Вы что думаете, это произошло, потому что там каких-то людей в карантин, что ли, закрыли? Нет. Это произошло, потому что, конечно, потому что в общей популяции вырабатывается так называемый популяционный иммунитет. Потому что люди сталкиваются с этим вирусом, они не замечают этот вирус. Большая часть, это вообще ОРВИ. Это обычная острая респираторная вирусная инфекция, на самом деле. Просто у нее действительно, она пока не адаптирована в человеческой популяции, поэтому такая высокая смертность среди старшего поколения, как правило, мужиков, потому что они в основном курящие люди в этих странах, да, где Северная Италия, там, так сказать, Китай. И поэтому респираторная инфекция действительно людей после 80 лет убивает. Но, да, она любая бы их убила. Не курите, не курите, хватит курить. Там люди от вейповой пневмонии умирают вообще просто, ничем не спасти. Но понятно, что людей, которые сейчас с коронавирусом столкнулись в России, не стоя не двести, это тысячи, тысячи, десятки тысяч людей. Они есть, они между вами. Вот вы говорите, я приехал из Испании, не страшно ли вам рядом со мной сидеть? Нет, не страшно, потому что я пользуюсь общественным транспортом, и это гораздо страшнее. Там запрещают какие-то сходки на пять тысяч человек по какому-то указу. А станцию метро, станцию метро Выхина вы не хотите запретить? А станцию метро Комсомольская, крыльцевая, вы не хотите закрыть? То есть вы как-то, это все какая-то абсолютнейшая, чудовищная, невероятная профанация. Подождите, но карантин, значит, бесполезен абсолютно? Абсолютно. В данной ситуации карантин бесполезен, потому что никакого настоящего учета не ведется. Никаких настоящих тестов, тем более антителенных тестов, тестов ИФА нет. Потому что биологического материала даже не было получено. Во всем мире нет. Не знаю, как насчет во всего мира, я уверен, что в Италии есть. А как, почему? Потому что китайцы с итальянцем привезли, а нам не привезли, нам только формулу прислали, вот эту нуклеотидную. И, соответственно, у нас есть, так сказать, тест под названием ПЦР. ПЦР – это очень сложная полимерно-цепоцепная реакция, очень дорогой тест, который поэтому никому не делают, а подтверждают где-то там в этом векторе в Новосибирске. Это просто такая компьютерная модель, где, так сказать, ты вот видишь, компьютер, вот этот аппаратик видит вот это соответствие этой цепочки, и тебя там что-то подождет. На самом деле, реально подтверждающим тестом является иммуноферментный анализ, которого в России не делают на, так сказать, коронавирус. И все это глупости, все это абсолютная профанация. Люди, которые занимаются сейчас этой темой, люди, которые ни черта не понимают, ни в общественном здравоохранении, ни вообще в здравоохранении. Например, на полном серьезе говорят, что нет, этот вирус не передается воздушно-капельным путем, он передается только капельным путем. То есть они, а им это же говорят, они же не специально, не медики. А им это какой-нибудь хрипун сказал. То есть они просто не понимают, что вот нет терминологии капельный путь, нет такого понятия вообще в здравоохранении и в медицине капельный путь. Есть только воздушно-капельный путь, именно таким образом он и передается. У меня лично паника от этого, от того, что я каждый день слышу от разных должностных лиц из разных ведомств. А вы не слушайте ведомства, ведомства, они некомпетентны во всем мире. То есть, условно говоря, человек, который возглавляет Всемирную Организацию Здравоохранения в мире, это некомпетентный врач из страны третьего мира. А женщина, которая возглавляет Всемирную Организацию Здравоохранения в России, это некомпетентная женщина, которая при Милошевиче работала в каком-то госпитале в Белграде. И потом просто по квоте вот этой страны третьего мира пришла в чиновницы вот этой Всемирной Организации Здравоохранения. Вообще миром руководят некомпетентные, бесполезные люди. Слушайте врачей, слушайте действительно настоящих умных людей, которые специализируются в этой теме. Меня не слушайте. Я не специалист. Я просто как бы действительно по долгу службы, многолетней организации фонда и работы с большим количеством людей, которые так или иначе живут с вирусной инфекцией, я предполагаю, что я имею какое-то отношение к общественному здравоохранению. Но, например, не к медицине и уж точно не к фармакологии. То есть я, например, не понимаю, как работают ли медикаменты и так далее. В Италии так много, такое большое число зараженных. Потому что они по-другому считают. Потому что у них есть тест? Нет, потому что они по-другому считают. У них другая статистика, чем в Германии. Они считают вот таким образом. Дед, 82 года, помер, значит, от... Помер. И у него были признаки, например, отека легких. То есть он задохнулся. Они делают... На самом деле у него был обычный, так сказать, отек легких, связанный с ишемической болезнью, обширным инфарктом. Да, вот легочная артерия у него, так сказать, перекрылась. И легкие, значит, все альвеолы у него затекли или что там происходит с этим отеком. А они, значит, делают ему вскрытие и во вскрытии делают тест на коронавирус. А обнаруживают у него коронавирус. И говорят, он умер от коронавируса. Он не умер от коронавируса. Он умер от того, что ему 82 года. Он из этих 82 лет, 70, курил еще прям со времен американской оккупации сигареты Camel без фильтра. И пил каждый день по бутылке вина, значит, плохого к Янте. И до 82 лет дожил при этом, при всем. Значит, у него там чудовищное поражение легких, уже хроническое и так далее. Умер он от этого. Но при этом параллельно у него вирус обнаружен. И действительно, и его таким образом причисляют к умерших от вирусов. В Германии совершенно другая степь. Я не знаю ничего про зараженных, как вы говорите. Про зараженных никто ничего не знает. Я вам еще раз говорю. Вот это число, которое называют в Италии. То число, которое называют в Италии, это люди, которые приходят с клиническими симптомами и говорят, мы не можем дышать. Говорят они, у нас температура 40. Говорят они. Им делают тест на, так сказать, эту инфекцию. И, соответственно, это выявленные случаи клинических патологий. Да, то есть там люди, которые говорят, что ой, у нас там 10% невыраженные. Это значит, что у тебя есть, например, дед, который помирает уже, значит, задыхается. И к нему в семью приходят врачи с тестами, потому что он живет со своей женой, 82-летней, сыном 60 лет. У этого сына жена тоже 58 лет. У них еще пятеро детей. У этих пяти детей еще 18 внуков. И все живут в одном, значит, двухэтажном доме где-нибудь там на окраине Бергама. И туда приходит вот санитарная служба и начинает у всех брать тест. И тогда они выявляют, например, каких-то людей, у которых не обнаруживается вообще никаких клинических симптомов. Течение болезни происходит без симптомов. На таких 11%. Сейчас в Италии из 8, почти 9 тысяч случаев, которые вот на вчерашний день были задокументированы. Но в реальности в популяции итальянской, особенно северо-итальянской, да, вот так сказать, провинции Ломбардия, провинции Венета и провинции Пьемонт и там северного Лацио, на самом деле это сотни тысяч, если не миллионы. Информационно. Нас ждет то же самое, что и в Италии в конечном итоге. Или мы так тихонечко так все перевалили? Абсолютно не факт. Во-первых, я считаю, что... Вернее, я ничего не могу считать. Вот. Это тоже неправильно. Вы задаете мне эти вопросы, на которые не могут ответить даже главные настоящие эпидемиологи мира. Ну, ваше мнение. Да, мое мнение основано на вот этом мнении, которое меняется каждый день, этих главных настоящих эпидемиологов мира. Вчера была специальная сессия, или позавчера вечером, зависит от того, как считать по времени, значит, такой конференции, которая называется КРОИ-2020. Это главная конференция по ретровирусным инфекциям для специалистов. Это был первый раз, когда она прошла в закрытом режиме, то есть она вся онлайн, ее отменили для специалиста, больше туда никто не полетел. И была специальная сессия там именно по коронавирусу, которая не имеет отношения к узкоспециальному интересу вот этих конкретных ретровирусных специалистов. Она по СПИДу конференция. Вот. И на самом деле все мнения действительно крупнейших мировых специалистов, вот не каких-то там, так сказать, этих самых, по специалистов по тому, как правильно закупить самый дорогостоящий гепатитный препарат в мире, а нормальных специалистов, которые боролись с Эболой, да, так сказать, с тропической лихорадкой повсеместно, да, которые сделали настоящие вакцины, которые с малярией борются ежегодно, и из-за этого там не 500 миллионов человек умирает в год, да, 100 всего, но, вернее, болеет, да, в Центральной и Южной Африке. Но нет, нет реально никакого такого подлинного установленного мнения, потому что мы столкнулись реально с этой эпидемией по-настоящему только в январе, то есть мы в декабре так про нее узнали. А сейчас только март. И прошло всего два месяца. Ну, как бы мы знаем, как выглядит этот коронавирус. Мы понимаем, как более-менее они работают. Но вот, например, мы совершенно не понимаем, какое от него лекарство. Да, потому что нам казалось, вернее, не нам, а людям умным, не таким мудакам, как я, казалось, что вирус очень похож на вирус иммунодефицита человека, поэтому вот тут же появились вот эти разговоры про то, ой, давайте лечить калетрой. Потому что показалось, что то ли, одни люди считали, что то ли технология проникновения вируса в клетку эпителия дыхательных путей похожа на проникновение вируса иммунодефицита в клетку Т-хелпера, да, либо, так сказать, потому что сразу уничтожаются моментально все как раз клетки иммунитета потом, да, на 10-й, 14-й день. Там же так проходит течение болезни коронавируса. Поэтому давайте всех лечить калетрой. На самом деле, во-первых, непонятно, а почему калетрой, а не другим ингибитором протеаза. А во-вторых, что-то ничего не подтвердилось, да, там были какие-то разговоры про орбидол, но они явно были просто русскими проплачены. Были какие-то разговоры еще что-то там про какие-то бесполезные, так сказать, эти все препараты. Ничего не помогает, все точно теперь известно. Ничего не помогает, никакие препараты не помогают. Помогает только искусственная вентиляция легких, если человек начинает задыхаться. Если у него не такая серьезная, не такой серьезный отек легких, обширный, да, то помогает кислородная маска. Помогает, по всей видимости, может быть, будет, так сказать, если атипичная пневмония, отягчается бактериальная пневмония, это, скорее всего, вот 100% произойдет, то, конечно, это серьезные антибиотики, по всей видимости, это четвертое поколение антибиотиков. Плюс, опять же, как говорят, наверное, какой-нибудь иммуноглобулин, серьезный, большой, настоящий иммуноглобулин, вот не говно, которое здесь делают, а, например, какой-нибудь гомунекс такой американский есть препарат, он стоит там по 40 тысяч за баночку, вот, например, для меня нужно три банки. А чтобы просто сделать один курс, да, это такой специальный иммуноглобулин, который курит, например, детям с ожогом 50-50% кожи, да. Возможно, вот такая терапия поможет в сложных случаях, возможно, нет. А у нас-то есть вот этот иммуноглобулин? Да, конечно, есть, полно. Что ж вы думаете, в Москве ничего нет, все есть. Москва богатый город, у нас там начальник горздрава ездит на скорой помощи, которая стоит там 200 тысяч долларов. Вопрос у меня к вашему фильму. Как вам удалось взять интервью у главврача больницы Коммунарки, учитывая, что он не дает интервью, и всегда надо всеми комментариями он отправляет в пресс-службу Депздрава? Ну, во-первых, нам пресс-служба Депздрава договаривалась с Денисом Проценко. Во-вторых, Денис Проценко, видимо, ко мне лично хорошо относится, тоже как я отношусь хорошо к Денису Проценко. В-третьих, Денис Проценко вот только что в своем фейсбуке написал, и я перепостил в своем телеграм-канале, что поскольку ситуация стала напряженной, он будет все время в своем фейсбуке вести дневник, публичный дневник, и вот так рассказал уже, что есть первый сложный случай. Человека, который находится в реанимационном палате, пока дышит сам без ИВЛа. Уже их не два человека подтвержденных, а там сейчас надо посмотреть, сколько точно, ну, то есть это десятки, и они находятся в больнице в Коммунарке. Ну, судя по тому, что Собянин собирается строить на Калужском шоссе огромный мобильный центр больницы, то ситуация уже, конечно... Ну, не Собянин собирается строить, а город Москва собирается строить. Значит, 36 человек с пневмонии. Правильно дело, понятно, Москва, конечно, к этому должна быть готова. Мы же никогда ничего заранее не делаем. Нет, подождите, это невозможно заранее сделать. Я вам еще раз говорю, мир столкнулся с ситуацией, с которой он не сталкивался на самом деле, реально, глобально. Да, вот в таком обширном понимании, при нынешнем отношении к общественному здоровью и человеческой жизни, да, глобально мы с таким не сталкивались ровно 100 лет. То есть вы сравниваете с Испанки. Со времен Испанки, да. То есть никакой не Мерс, не Сарс не был такой масштабный. Либо, так сказать, потому что выявление было другое. Возможно, там действительно была другая технология распространения. Возможно, вообще там была другая мутация, он по-другому выживал, да, и по-другому умирал этот вирус. Мы не знаем, кстати сказать, возможно, сейчас май начнется, количество ультрафиолетов в нашем полушарии увеличится, и вирус подохнет сам по себе. То есть такая история тоже вполне вероятна, и я подозреваю, что так оно и будет. Потому что, вот, например, история про Ухань, она же тоже такая, да, то есть вот он начался в декабре, да, так масштабно, потом февраль, февраль, январь, да, а потом раз, наступил март, погода улучшилась, и бац, и новых случаев стало меньше. Потому что солнца стало больше. Это еще раз вам повторяю, это острая респираторная вирусная инфекция. Когда вам люди говорят, нет, она не пройдет с наступлением лета, вы им тоже не верьте, потому что на самом деле никто не знает, пройдет или не пройдет. Просто одни люди, которые хотят получить финансы на, так сказать, дальнейшую свою работу, говорят, нет, не пройдет. Какие-то люди, которые призывают не паниковать, говорят, нет, пройдет. А на самом деле никто не знает, пройдет или не пройдет. Мы не знаем реально, как этот вирус будет реагировать на ситуацию с климатическими изменениями. То есть вот когда, например, количество солнечных дней увеличится сейчас, вот то, собственно говоря, почему я это говорю, да, потому что вся север... А почему не Южная Италия? Что, в Южной Италии по-другому, что ли, было? Меньше китайцев, что ли, было в Южной Италии? Что китайцы только ездят в магазин Луи Витон себе на Корсако? Нет. Там же предполагали, что это венецианский карнавал, это действительно Милан, куда ездят шоу. Вы тогда тоже, так сказать, определитесь, это венецианский карнавал или это Милан, куда ездят шоу. Вообще люди, которые ездят в Венецию, они до Милана не доезжают, им, как правило, нужно... Так когда мы были параллельно, Ломбарди... Ну вот и правильно, а сейчас говорят, что уже, так сказать, все не так и все не то. Вот еще раз говорю, это неизвестно. Никто не знает, что был первый случай, второй случай, но погода на юге Италии и в Сицилии лучше, чем погода, очевидно, в Турине, да, в феврале. В феврале в Турине плюс 5 и дождь, а в Сицилии, очевидно, плюс 17 и солнце. Поэтому, возможно, количество ультрафиолета действительно будет решающим фактором для распространения этой гигантской чудовищной эпидемии. Но, возвращаясь к госпиталю, который там строится или не строится, и мы все делаем в последний момент, это такая ситуация. Здесь все все делают в последний момент, потому что никого первого момента не было. Первый момент, я вам еще раз говорю, был в декабре прошлого года, то есть 3 месяца назад, в провинции, значит, в городе Ухань, в какой-то там китайской провинции, понимаете, которую никто никогда до этого вообще даже не знал. Так нет, это как раз про то, что мы делаем как раз-таки заранее, и это вызывает подозрения. Мы делаем не заранее, мы делаем в ситуации, мы делаем в ситуации, когда мы понимаем, что эпидемическая обстановка напряженная, и она, и мы в какой-то момент не сможем ее по-настоящему контролировать. Мы это понимаем, это заранее известно. Люди смотрят на то, что происходит в Европе, и понимают, что такая же ситуация будет у нас. Закрытая Италия, это чрезмерная мера? Нет, это не чрезмерная мера, это нормальная мера, особенно для итальянцев, потому что, еще раз говорю, ничего нет плохого в карантине. Карантин – это хорошо, несмотря на то, что не нужно не впадать в какую-то чудовищную истерику. Закрытый север Италии, он ведь почему закрытый? Он ведь даже, в частности, не для того, чтобы серьезно ограничить контакты между, скажем, городом Палермо и городом Бергамо, а потому что у тебя просто аппарат ФВЛ не хватает на семью. И просто нет. А, соответственно, их надо привезти туда, куда-то, так сказать, выгрузить, где-то установить, к чему-то подключить, привезти врачей, да, то есть обеспечить вот эту вот карантинную зону действительно особой пораженности. Потому что она там есть, эта зона особой пораженности, а на юге ее нет, этой зоны особой пораженности. Там действительно другая концентрация людей, другой климат. Но, конечно, карантинные зоны нужны в первую очередь, на самом деле, для того, чтобы обеспечить выживаемость людей внутри этих карантинных зон. Да, врачи должны по-настоящему отдавать себе отчет, что им предстоит. И в Италии это теперь уже видят, принимают серьезные решения, кого спасать, кого не спасать. Ну, в данном случае решения довольно простые. Там бабка 90 лет лежит, задыхается, или мужик там в 60 лет, а у него даже нет катара дыхательных путей, да, тоже задыхается. Понятно, что мужика будут спасать в 60 лет, а не бабку. Вот, но, и сейчас меня тоже обвинят в каком-нибудь фашизме, но это, к сожалению... Фашизм и заодно. Возможно, да. Но, к сожалению, это такая реальность. Вот, например, давайте посчитаем, сколько в Москве сейчас аппаратов искусственной вентиляции или каких. Ну, например, 2400 или 2500, я, кстати, не знаю цифру, включая частные клиники, я не знаю, там какие-нибудь салоны, где делают пластические операции. Вот просто вообще, в принципе, сколько у нас УВЛ? Вот столько. А одновременно вот у тебя, так сказать, обнаружится, что у тебя каждый день будут привозить по 80 человек с отеком легких. По 80, да, новых, помимо того, которые у тебя были всегда, да, людей, у которых инфаркты, инсульты, у которых сами по себе эти отеки легких происходят. Вот, то есть у тебя увеличивается этот поток совершенно драматическим образом. И ты ведь на УВЛ используешь не один день, там люди по две недели лежат на УВЛ. Причем, как бы, серьезно лежат, погруженные в, там, седацию. Это же УВЛ. Это не просто так вот тебя в трубочку воткнули и такой лежишь, смотришь мультики. Нет, это ты лежишь под медсном или вообще в медикаментозной коме, да, и за тебя дышит аппарат целый, который еще параллельно в тебя впрыскивает огромное количество внутрибольничных инфекций. Всяких синегнойку какой-нибудь, там, я не знаю, стафилококк и так далее. И все это тоже надо контролировать каким-то диким количеством антибиотиков, которые еще наверняка эту синегнойку и этот стафилококк не возьмут. Вам страшно? Нет. Почему вам не страшно? Мне не страшно, потому что мне 45 лет, я вообще сумасшедший. А здесь можно матом ругаться? Можно. Вы уже это сделали. Нет, мудак это не матерное слово, это официально. Я это на эхе в Москву все время говорю. Нет, я говорю, во-вторых, ну, как бы я действительно хочу. Я сам хочу сейчас, вот прям, мне запретили уже на RT поехать и ехать в Милан. Но я вот сейчас ищу какой-то способ оказаться в Италии и, может быть, там, с какими-то стрингерами снять то, что сейчас происходит действительно на севере Италии, в Бергамо, в Милане, в Турине. А вы потом не закроете, кстати, на две недели дома? Нет, RT не может закрыть, меня может закрыть только карантин, карантинные власти. Я с удовольствием закроюсь сам на карантин и, более того, даже переболею этой инфекцией, так сказать, и сниму еще про это еще отдельные видео. А что вы хотите конкретно снимать в Италии? Я хочу снять, как любимая страна борется с совершенно чудовищной напастью, к которой она не была готова, и никто не предполагал, что это может произойти именно там. Италия вообще не очень готова к серьезным медицинским проблемам. В Италии не самая лучшая на планете система здравоохранения, всем известно, да? В Италии при этом огромное количество пожилых людей ввиду того, что там просто хорошая жизнь. Помимо того, что там плохое здравоохранение, там хорошая легкая жизнь, там хороший климат, прекрасная еда, вкусное вино. И даже никого не волнуйтесь, что меняется правительство четыре раза в год или там курс. Да, и поскольку за курсом евро следит Меркель, слава богу, а не итальянское правительство, соответственно, тоже никак на них не сказывается. Поэтому мне хотелось бы показать эти пустые улицы городов, в которых обычно толпы китайских и русских туристов. Эти храмы, в которых там с 14 века не было такой пустоты. Эти больницы, в которых не было с 14 века с чумы, да? Или с 15 века, с 16 века с другой чумы. Такого столпотворения, да? Ну, то есть вот это все. Но до 3 апреля нельзя попасть? Можно попасть, я знаю как. Ну, там есть тайные-тайные способы, как обойти кордон. А не думаете, что вам в России придется снимать такой фильм? Вы знаете, что... Хороший вопрос. Я как раз надеюсь, что не придется. Вот именно потому, что я говорю, что я по-прежнему надеюсь, несмотря на то, что этого никто не знает, что климатические изменения, сезонные, эту сезонную эпидемию остановят. Несмотря на то, что говорят какие-то люди, острая респираторная вирусная инфекция – это сезонное заболевание. И оно всегда заканчивается с наступлением теплой весны. Всегда. То есть не было, мы не видим других случаев. То есть мы понимаем, что это немножко другой коронавирус. Он как-то по-другому работает. Но это респираторная вирусная инфекция. И она должна закончиться с наступлением лета. Должна. Вот обосраться. Будем верить в это. Раз уж мы заговорили про ваши фильмы и про сотрудничество с РТ, у меня был к вам вопрос. Может быть, уже не по теме, но тем не менее. Вы сейчас снимали фильм про коронавирус совместно с РТ. И до этого вы сняли, если я не ошибаюсь, вообще вы чуть ли не с мая или с апреля месяца снимаете фильм. Да, мы год снимаем фильм. Вы год снимаете фильм «Эпидемия» и серьёзные серии. Я много серий посмотрела в течение этого года. И вдруг выходит фильм «Дудя». Я читаю новости каждый божий день о том, что, боже мой, какой прекрасный фильм. Значит, давайте в Думе покажем, этим покажем. Не обидно ли мне? Нет, не обидно. Дело не в этом. А почему? У меня каждый день было бы, что эти красотки делали. Это вопрос не ко мне. Серьёзней и счастью. Ну, слушайте, ну, потому что Дудь... Ну, почему серьёзней и не серьёзней? Просто Дудь популярный... Дело только в этом. ...популярный ведущий. А я говно полный, меня никто не знает. Конечно, да. Я вот сейчас сижу, значит, вот реально меня хоть когда обратили внимание, даже напротив в спортивном зале «Романов двор» в Карерси, где я каждый день жру, ко мне сейчас подходит официантка и говорит, «Ой, я смотрела, так смешно вы там разговаривали на это самое в коммунарке в больнице». Первый раз на меня обратила внимание, вот. А до этого она вообще не знала, кто я такой. Ну, я просто как бы неизвестный 45-летний старый мудак. А Юра Дудь там известный всей стране человек. Мне пишут какие-то люди, там, женщина какая-то, соседка наша по офису. Я пишу в этом фонда спидцентра, пишут, вот моя дочь, или там, мой сын, 12 лет, мне пишет, какой красовский, крутой, посмотрел Дудя. И все там, моя менеджер в Альфа-банке пишет, мне вот посмотрел Дудя, какой же вы крутой. Вы можете это как-то объяснить? Ну, я не могу это объяснить, ну, как бы, просто Юрий Дудь популярный ведущий, а я нет. Подождите, у меня есть инициатива популярности. Это действительно, наверное, один из... Это вопрос про популярность, исключительно. Да, первый, ну, не исключительно. Мне кажется, еще... Исключительно это вопрос про популярность. Просто вот и все. Я могу с вами обсуждать секреты популярности. Почему он популярный, а я нет. Это мы тоже обсудим, ваш YouTube-канал тоже хотим обсудить. Почему столько лет на телевидении? Потому что это телевидение, а... Столько лет на YouTube? Нет, я нисколько лет на YouTube, а... Выложены те же самые эпидемии фильмов. Ну, нет, ну, это еще раз, это разные аудитории, совершенно разные вещи. Я никогда не делал интервью с кем-то рейперами, там, я не делал интервью с, я не знаю, с Ксенией Собчак и так далее. Вы много делали всего другого с Ксенией Собчаком. Ну, да, ну, вот видите, потому что одно дело, ну, потому что нужно быть... Ну, нужно прийти, прийтись ко двору, прийтись ко двору. А я никогда к нему не приходился. Я никогда не был интересен, на самом деле, то, что это широкой публике. Никогда не был голосом поколения. Обижает, как бы, мучает меня, мучает. Могу я про это два часа разговаривать? Могу, а у нас не два часа времени, так сказать. Но это имеет отношение исключительно к популярности и непопулярности. Ну, я ничего не могу с этим сделать. У меня ещё кажется, что, ну, как мне, как потребителю, который смотрел и ваш сериал, и Дудя, кажется, что, может быть, потому что Дудь сделал это максимально просто. Ну, вообще-то вы молодец. И, видите, как вы за два часа... Я хотел два часа на это потратить, а вы потратите всего 20 секунд рассказать, что вообще люди мудаки. Нет, не правда. Да правда. Люди действительно хотят очень простые вещи. Вернее так, мне действительно... Посмотрите, я много мучился, я думал, как бы мне быть популярным. Потому что я не буду популярным, потому что я просто никогда не смогу на полном серьёзе рассказывать людям простые вещи, делая вид, что я их не знаю. Просто проблема... Вернее так, наша разница с Юрием Александровичем заключается в том, что он действительно этих вещей не знает. Он не делает вид. Понимаете, для него действительно новость, что при Сталине людей пытали. А для меня это вообще не новость. То есть, как бы мне неинтересно просто делать... Это делать было бы. Понимаете, мне неинтересно делать было бы фильм про Беслан и так далее. Мне интересны довольно сложные вещи. Вот я могу потратить 30 минут экранного времени, рассказывая людям, как устроено проникновение вируса иммунодефицита человека в клетку. И почему ингибитор интеграза в данном случае лучше, чем ингибитор протеаза. Я про ингибитора нифига не понимаю, но дико интересно. Ну, вот видите, вам дико, вы являетесь моим вот этим... Да, это сумасшедшим вашим поклонником. Одним из там 100 тысяч, да. А, так сказать, на самом деле люди хотят совершенно другого. Люди хотят узнать, что о, посмотрите, у нас там... Вы с этим смирились? А сколько вы получаете? Нет, я с этим не смирился, но я, так сказать, понимаю прекрасный механизм действия. Вы участвовали в программе Дудя с какой целью? Для, собственно, популярности, для того, чтобы донести какую-то информацию? То есть, что вы в первую очередь исследовали? Во-первых, начнем с того, что, в отличие от меня, Юрий Дудь очень приятный человек. Вы заметили, что я неприятный человек, а Юрий Александрович очень приятный человек. То есть, он сам мне ночью там когда-то написал, что вот посмотрел твое, ваше интервью на Эйхе, или послушал, вот давайте сделаем про ВИЧ и так далее. Было бы очень круто, вы так все это зажигательно рассказывали. Когда тебе такое пишет, такой великий человек, ты не можешь отказаться. Неприятное обстоятельство, видите, вы даже мне, вы мне написали, там, я же не отказался, не скажете. Я не знаю, что вы такие. А мы, кстати, ожидали этого. Тем более, что Сергей Леонидович помер уже, а вы живы, понимаете, это как рок-н-ролл. Вот, а вы, к сожалению, нет. Поэтому, ну, так же вот и здесь. И, ну, конечно, я не мог им отказать, но потом, вот, действительно, совершенно другой охват. Я это прекрасно понимал. И нам это нужно как организации, и теме это нужно как теме. И вы видите, что после этого случилось действительно какое-то, ну, такое, на неделю обсуждение того, что вы представляете у нас в стране эпидемию ВИЧ. Можно я открою секрет? Мы 6 лет назад делали с вами интервью, в частности, я, где вы говорили о том, что вы очень хотите работать на Первом канале, и говорили о том, что Константин Эрнст ежедневно совершает подвигов. Вы все еще так считаете? Ну, скажем так, я бы, если бы мне ночью написал Константин Эрнст и сказал, приходи работать на Первый канал, я бы не смог Константину Эрнсту отказываться. Только потому, что это он? Ну, во-первых, потому что я уважаю Константина Георгиевича Эрнста, конечно. Но, с другой стороны, если бы мне написал Олег Борисович Добродеев, я бы тоже, знаете, не смог, Олег Борисович послать. Вот. Я считаю, что... Я не знаю там, кто какой подвиг совершает. Я считаю, что времена меняются, и люди должны сами меняться или уходить. Вообще вовремя надо уходить. Всем в этой стране, к сожалению, это не понимают. Разные люди. Я, кстати, вы все подумали, что я Путина имею в виду. А я не только Путина имею в виду. У меня вот отцу 78 лет, он на работу каждый день ездит. Я говорю, ну, уходи ты на пенсию, ты в электричке ездишь. Ты сейчас сдохнешь от коронавируса, я тебя не спасу. А он все равно ездит, ездит в этих электричках на свою работу. И там, наверное, сидит какой-нибудь его заместитель. Когда же уже это старый мудак уйдет, а он не уходит, не уходит. Понимаете, вот это проблема вообще России. Просто у нас уходить некуда. Да везде есть куда уходить. Выращивайте, занимайтесь озеленением своего садового участка. Все прекрасно. И получаете пенсию в сколько там? 9-10? Нет, ну у всех разные пенсии. У кого-то 9-10, у кого-то 90-100. У всех разные накопления. Мы уже сейчас не про людей, которые только 9-10 получают. Те, которые 9-10 получают, они уходят на пенсию тогда, когда полагается. Потому что их никто не спрашивает, когда им уходить на пенсию. Вот. Нет, я, конечно, считаю, что то, что происходит сейчас с Первым каналом, это, наверное, не очень хорошо. И вообще с телевидением, вернее, не очень понятно, что делать с эфирным телевидением. Вообще повсеместно, во всем мире. Я думаю, что в этом смысле Константин Львович не сильно отличается от руководителя каком-то ABC или NBC. Они тоже, наверное, теряют рейтинги ужасно. Я просто не слежу за американскими рейтингами. Вот. Но, безусловно, я, конечно, вот это ответ на вопрос, да, почему Юрия Дудя смотрит там 10 миллионов человек. А вы что думаете, Владимир Соловьев меньше, что ли, смотрит? Больше. Больше. Просто это другие люди. И в другом месте они его смотрят. А вы что думаете, Андрея Малахова меньше, чем Юрия Дудя, что ли, смотрит? Думаю точно больше. Но порядок больше. Это просто, это другое, то, что там другие замеры. То есть здесь вы видите, ой, ой, я этот фильм уже посмотрел на 16 миллионов человек. Ну, говорят, не 16 миллионов человек, а 16 миллионов просмотров. Это не 16 миллионов человек. Может быть, даже 30 миллионов человек, кстати, сказать. Они сидят прям целым классом. Есть еще глубина просмотров, мы знаем, там всякие разные статистики. Хорошо, все, в телеке тоже есть глубина просмотра, это тоже все пиплметр считает. Но это просто разная аудитория. Ну, я здесь должен смириться, наверное, я, так сказать, человек телека. Вот я делаю интервью с этим самым академиком Львова, в 80, сколько ему там, 9 лет, да? Раз, там, 4 миллиона просмотров на Фейсбуке, на арабском, без всякого залива, на арабском Фейсбуке, просто с арабскими субситрами. Почему с арабскими? 2 миллиона больше, единственный мой реально честный прям миллион на Ютьюбе. Это вот все одно и то же, да, вот это интервью с этим академиком Львовым. Но я, значит, я, наверное, должен быть таким новым Сергеем Петровичем Капицей. Да, ну, значит, вот от меня этого ждут. Я должен сам себе в этом признаться. Мне тяжело, мне хочется с рэперами, ну, или с этими бабами каким-то бессмысленными, с трансухами. Но в действительности, наверное, люди от меня этого не ждут. А что, то есть, наверное, довольно глупо казаться глупым, когда ты не глупый. Получается, что миллионную аудиторию вы сможете получить только на телевизоре, потому что на Ютьюбе у вас... Нет, ну почему это? Я же говорил, делаешь какое-нибудь умное, скучное интервью. Тебе кажется, что это невозможно посмотреть самому? Ты никогда этого не знаешь. Раз там 5 миллионов человек это посмотрело. Так вот, значит, дело не только в популярности в видео. Нет, значит, нет, я же вам говорю, что я все это время здесь занимался не тем. То есть я как бы, вернее так, мне кажется, что, ну, и действительно люди... Все-таки история про информационный повод, она важна. Я всегда как бы считал, что плевал я на информационный повод, я сам на информационный повод. Нет, это не так. Вот смотрите, как Алексей Владимирович Пивавров молодец. Да, у него там, так сказать, люди, людишки какие-то смотрят, что там сейчас в трендах Яндекса. И он про это делает программу. Там в трендах Яндекса у нас коронавирус, в трендах Яндекса у нас... И тогда делаем программу. На этом мы растем. Я никогда не интересовался этими трендами Яндекса. Я тоже, ну, я идиот, ну что, и мне не интересны эти тренды Яндекса. Ну, действительно, мне не... На самом деле, вот ответ вам на вопрос. Почему ты, почему там ты не популярна? Потому что я не интересуюсь популярными вещами. Свой Ютьюб будете развивать? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня нет денег для того, чтобы его развивать. Опять же, у меня нет понимания, как его развивать. И я не понимаю, зачем вообще мне это всё самому нужно. То есть, чтобы что, чтобы я не, так сказать, по улице ходила, ко мне подходили и говорили, ой, может, с вами сделать селфи. Но ко мне и так периодически подходит. Я не могу сказать, что мне это доставляет какое-то категорическое удовольствие. Да, но вы до этого сказали, что задевает, и вам обидно, что... Ну, мне обидно не то, что он популярный, а то, что вот я, как бы, казалось бы, делаю то же самое. Душу вложили, да. А, да. Да, а, так сказать, здесь тебя, его посмотрели 16 минут, человек, и все сказали, ой, вот, а что это за мужик пожилой в розовом фонде там сидит? Вот. Меня, конечно, это задевает, потому что у меня, конечно, я не пожилой мужик. Но это ещё ваше дело, конечно. Но, нет, ну, это ещё моё дело. Ну, вот, это тоже ответ на вопрос про YouTube. Тут фонду уже не на что жить, осталось на месяц жизни. А вы говорите YouTube. Я потратил кучу денег собственных, собственных, никаких инвесторов у меня не было. На этот YouTube ничего с этого не получил, кроме геморроя. И такого какого-то унижения, и собственного, да, когда ты смотришь, делаешь, кажется, что, ой, какая классная вещь. А на самом деле это смотрит 100 тысяч человек, и то так, с грехом пополам. С горем пополам. Может, у вас пиарщики не очень важно? Ну, почему пиарщики? Нет, я вас в телепримера прекрасно. Вопрос не в пиарщики, а в том, что люди не ищут это всё, причём в пиарщики. Вы правда считаете, что можно говно продать, потому что, так сказать, это первое занимание? Древенно можно. Нет, люди должны, то есть, как бы в YouTube можно только по одним образом развиваться. Люди должны искать это в поиске YouTube. YouTube – это поиск. Ты должен, как бы, быть актуален для людей, там, младше 18 лет, объективно. Я не актуален для этих людей, и никто не вбивает в поиск то, что я делаю. Это моя проблема. Я могу сделать так, наверное, чтобы они вбивали это в поиск. Но по-настоящему мне это очень скучно. Но, с другой стороны, я не могу ответить на вопрос, а что мне весело. Поэтому, ну, вот, может быть, просто мне не нужно ничего делать. В принципе, просто лежать и смотреть в окно. Тоже вариант. Кто-то донатит вашему фонду? Ну, кто-то донатит нашему фонду. Действительно, люди донатят нашему фонду. Где-то там 1600 в месяц у нас есть рекуррентных платежей. Они там по разным поводам появляются. Вот. Есть какие-то люди, которые даже по 100 тысяч переводят. Ради фонда готовы, ну, не знаю, выйти из себя и сделать что-то, что вам скучно, что вам не интересно. Ради бога, только это самое. А что сделать? Чтобы что? Чтобы было что-то. Вы думаете, что это Ютуб, он, так сказать, исправит ситуацию с фондом? Нет, с фондом исправит ситуацию только государственное финансирование или государственное какое-то такое политическое решение. А давайте у вас этот фонд будет получать президентские гранты по 20 миллионов рублей. А давайте мы там будем давать мэрские какие-нибудь гранты через какой-нибудь фонд Адидаса и так далее. Но у меня что-то так не получается. Я вот как бы никогда не ссорился с начальством так особо. Но что-то оно со мной при этом не очень хочет дружить. Никто ничего не хочет давать. Я вам же говорю, я уже даже не директор фонда. То есть я не могу уже прийти и попросить, дайте нам фонду. Я не директор фонда, я не подписываю финансовых бумаг никаких, ничего. Я просто как бы вот такой, я учредитель этой общественной организации. Как что, панхаматовый учредитель фонда «Подари жизнь». Но она же не управляет этой компанией. Вот. Также и здесь понятно, что я являюсь лицом этой компании, останусь лицом этой компании. Но я не являюсь управляющим больше всеми этими процессами. Фонды сейчас будут очень сложные времена. Возможно, это будут самые сложные времена с момента его основания. Потому что, действительно, в стране кризис, он серьезный, он системный, он не пройдет. Это не коронавирус. С ним, к сожалению, эпидемическими мерами нельзя, противоэпидемическими мерами нельзя справиться. Будет все плохо. И с государственными компаниями большими будет все плохо. Плохо, потому что то, что сейчас произошло. Ну, конечно, потому что кризис, сейчас кризис произошел, это не экономический кризис, это политический кризис совместного существования не просто на рынке, а на планете Земля. Это вот тоже надо понимать, кстати, людям, которые говорят, да ладно, там классно, мы просто сейчас переживем. Давно надо было эту картельную сделку закрыть, там и так далее. Нет, это все не так. И, блядь, мы там всегда считаем, что вот там Путин останется ровно настолько, насколько он захочет. Нет. А все это, мы являемся вот как с коронавирусом. Мы часть огромной планеты. И вообще, так сказать, акторов в этом процессе довольно много. Это не только мы. Не надо думать, что мы такие одни. Или Путин такой один. Или Сечин такой один. Там есть Бипи, есть Юксон, есть эти Саудовские Аравии, действительно, это сланцевая нефть, правительства Соединенных Штатов, ЦРУ, Евросоюз, вообще все что угодно. Это люди гораздо... Китай. Это люди гораздо более могущественные, чем мы. Это люди богатые по-настоящему. Это люди влиятельные по-настоящему. Это люди с экономиками, где экономика штата одного больше, чем экономика всей России. Да, поэтому давайте мы как-то вернемся в реальность. Проблем вот нас, русских, в том, что мы всегда находимся в какой-то нереальной таком... Как Валентин Черешкова, летающая, так сказать, в своем консервной банке, не понимая, где вверх, где низ, разбивая иллюминатор изнутри с требованием, чтобы ее немедленно отсюда выпустили. Понимаете, это вот мы, вот Россия, это Валентина Терешкова в космосе. Это вот, сука, позывной Чайка. Сечин ни при чем, короче. Да никто ни при чем. Судьба такая. Короче, наш кризис надолго, кризис системный, кризис понимания своего места на планете. И в конечном итоге нас на это место поставят. Мы должны понимать это место. Вообще очень важно, вот вы мне говорите, расстраивает меня, что я, так сказать, не такой популярный, как Дудь. Да, расстраивает. Но при этом я отдаю себе отчет, что это так. И это, возможно, как бы это по-другому не должно быть. И в этом смысле надо, так сказать, находить что-то хорошее в этом своем месте. А не надо считать, что ты сейчас прыгнешь, всех растолкаешь и на первое место залезешь. Может, не залезешь. Ну, нет никаких оснований у тебя уже на него залезать. Тебе уже не 20 лет, там девочки не хотят, и мальчики все с тобой и так далее, и на тебя смотреть и дрочить. Вот и все. И слушать тебя. А хотят бабки. Пенсионерки. И те тоже, когда хотят, говорят, какая ты сука. Как вот, ты за Путина, ты сука. Как вы готовитесь вот к этому кризису? Никак я не готовлюсь. Я вообще никогда ни к чему не готовлюсь. К сожалению, это тоже моя проблема. Я такой абсолютно верхоклят. Да вот это наша общая проблема. Вы говорите, Россия... Нет, нет, есть люди, которые действительно к чему-то готовятся. Есть вообще очень такие системные люди. Они по-настоящему готовились к экзаменам. Там, я не знаю, защитили кандидатские допуски диссертаций. И не крадя их от большинства начальников в этой стране. Вот, но и таким людям я очень завидую. И вообще я завидую усидчивым людям. Особенно, если это усидчивые, талантливые люди. Я не очень завидую усидчивые посредственности. Но усидчивым, талантливым людям, которые могут именно совместить свои способности со своими... В смысле, свой талант со своими способностями, этот талант грамотно применить, я очень завидую. Но объективно я не такой. Я понял, что я с собой тоже бороться не буду никогда. Я не могу ни к чему готовиться, ни к конкретису я готовиться не буду. Вот он пройдет и пройдет. Сдохну я с ним, сдохну. Я бы не хотел снять фильм про коронавирус. Честно говоря, меня бы в Милане совершенно не пугает перспектива оказаться на аппарате искусственной вентиляции лёгких и даже сдохнуть. Потому что я считаю, что сдохнуть, снимая героический фильм про любимую страну, гораздо приятнее, чем ещё, сколько 30 лет телеграмм гейна передел. Кстати, на который мы все подписаны, разумеется. В общем, слушая вас, я понимаю по всем темам, что надо просто довериться судьбе. Ну, такая ваша философия. Ну, вообще, так сказать, знаете, будет день, будет пища. Я в этом смысле, так сказать, опять же, в отличие от авторов нашей современной конституции являюсь христианином. А не как они говорят верующим человекам, я полагаюсь на то, что говорил Христос. Поэтому да, действительно, ну что ж, будет день, будет пища. А помереть вы хотите в Италию? Нет, нет, я помереть вообще не очень хочу. Я тоже не какой-то не выдающийся человек, знаете, не так сказать, герой батальных романов. Но просто я говорю, что у меня нет никакого в этом смысле страха. Я бы, то есть, вот это бы я хотел сделать, я понимаю, что это было бы круто, наверное, сделать. Я не знаю, как это правильно сделать, потому что, в основном, что я очень ленивый, то есть, если рядом со мной оказался человек, который бы сказал, да, да, давай, я всё сейчас организую тебе, мы сейчас поедем, прорвёмся, сейчас мы с тобой летим срочно до Загреба, от Загреба, до машины, едем через там пропускную пункт. Ты записывай, я запоминаю, запоминаю. Да, через эту самую. Ну, там довольно всё просто. Вот, едем, всё, сейчас там у нас уже есть муниципалитетов, там четыре на ксероксе распечатанные бумажки, как всегда у итальянцев, там, там, что им не надо много. Бонжоро. Ушито. Там всё довольно-довольно просто, там, не думать, что там стоят, значит, эти китайские вооружённые, 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 да, там эти шварценеггеры, нет-нет-нет, там всё совершенно не так. То есть, но при этом такого человека нет, наоборот, рядом со мной есть люди, которые говорят, ой, нет, нет, мы никуда не поедем, все боятся ехать, Маргарита всем запретила ехать, и так далее. Ну, как Маргарита запретила, значит, будем как-то без Маргариты это делать, потому что, но для Маргариты, вот, то есть, если это запрещено, запрещено делать сотрудникам Арти, значит, если вдруг так мне повезёт, мы сделаем это без сотрудников Арти, а за стрингерами, и всё равно это будет продукт Арти. Ну, мы, кстати говоря, желаем вам удачи. Спасибо. Может, у вас и Дудя победите в этом смысле? Нет, не побежу, я никакого Дудя. Но мы будем надеяться. Антон Красовский приходил к нам, спасибо большое. Продолжение следует...